Сегодня Galaxy S8 на фото, убить айфон за 5 секунд и идеальный планшет. Поехали! Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы смотрите Дроидер Шоу! С вами Борис Веденский и Валерий Истишев. А сейчас самое интересное из мира гаджетов, интернета и технологий за неделю, как всегда. TommyBrown.ru наш любимый магазин гаджетов, потому что мы сами выбираем, что в нем есть. Все гаджеты выбраны и протестированы Дроидером. Заходите, заказывайте, подписывайтесь в Инстаграме. Ссылки в описании. Между прочим, следующий флагман от Samsung Galaxy S8 показался на рендерах. Вернее так, в китайских соцсетях возникла такая картинка. Вероятно, это фрагмент будущего рекламного видео. Скорее всего, перед нами версия S8 Edge. Это видно по загнутому экрану. Хоть качество снимка ну такое, есть интересные детали. Во-первых, задник сделан из металла, не стекла. Во-вторых, спереди нет кнопки дом. Возможно, в смартфон запихнут ультразвуковой сенсор отпечатка пальца, который расположен под корпусом или даже под дисплеем. Найс! Ну да, и, конечно, мы видим двойную камеру. Было бы странно, если бы ее не было. Не исключено, что этот апгрейд получит именно версия S8 Edge, а обычная S8 будет одноглазым. По прочим, характеристикам ожидается процессор Snapdragon 835, 6 гигов оперативки и огнеупорные перчатки в комплекте. Шутка. Или нет? Или... не знаю. Пожалуй, главным вопросом остается, когда собираются представить гаджет. Успеют ли подготовить новый флагман к выставке Mobile World Congress? Или все-таки выберут дополнительную дату попозже? Узнаем вместе. Подписывайтесь и будем держать вас в курсе дела. Всю дорогу мы думали, что убийца айфона это Xiaomi, OnePlus, не знаю, Samsung. Хотя у вас Samsung убийца сам себя. Но оказалось, что настоящий убийца айфона это вот это видео. Нет, это видео убивает скорее меня. А вот это айфон. Не волнуйтесь, мы его перезалили и с вашим гаджетом ничего не случится. После открытия ролика в Safari почти любой iOS девайс зависает намертво через несколько секунд. Судя по всему, фрагмент поврежден каким-то специфическим образом, что поглощает ресурсы системы. На андроид-устройствах проблема не наблюдается. Так что не ведитесь на пранки и оригинальные розыгрыши друзей, хоть основное видео уже удалились ВКонтакте, но мало ли, куда-то еще зальют. Вот новый миниатюрный принтер Ricoh SP150 и прямо сейчас я запущу на нем печать, а в конце выпуска расскажу, что же я напечатал. И еще расскажу, как можно получить монитор, планшет, смартфон или даже деньги. И еще немного слухов в вашу ленту. Первый касается смартфонов от Microsoft. Портал, близкий к телу, сообщает, что компания работает над двумя Surface-фонами с разным объемом оперативной памяти. 4 и 6. Старший получит поддержку приложения архитектуры x86 и функцию Continuum. Оба снабдят 835-ми Snapdragon'ами и Quad HD-экраном на 5,5 дюймов. Правда, гаджеты обещают только к осени 2017 года. Между прочим, за сборку будет отвечать компания Pegatron, та самая, которая собирает долю айфонов. Так что, возрадуйтесь, никогда еще заимствование идей не было таким доступным. Еще на днях в сети оказались весьма симпатичные фоточки. Это новый безрамочный слайдер от ZTE. Безрамочный слайдер, да. Слайдер, потому что фронтальная камера спрятана под дисплеем и ее надо выдвигать. Оригинальное решение, к тому же, понравится людям с обсессивно-компульсивным расстройством. Еще гаджету пророчат сменные панельки из разных материалов, а про дату выхода пока молчок. Но выглядит эффектно, согласитесь. С другой стороны, пока все это только красивые картинки, даже не видео. Так что, кто знает, что за этим стоит. Хоть от Google Glass и остались лишь приятные воспоминания, концепция маленького экрана, который крепится на очки, может кому-то и приглянуться. Так подумали стартаперы, представившие проект Woofine Plus на Kickstarter. По сути, это небольшой второй экран с разрешением 960 на 540 пикселей, который прикрепляется к очкам и подключается по HDMI, к какому-либо устройству. Например, смартфону. И затем транслируется все, что происходит на этом гаджете прямо вам в глаз. Это может быть YouTube ролик с каким-нибудь уроком или мануалом, или экран навигатора, если вы за рулем. Или просто киношка, хотя скорее сериал. На киношку батарейки не хватит. Время работы полтора часа от батарейки. Сразу напрашивается вопрос, как пользоваться девайсом тем, кто не носит очки. Об этом ребята как-то не сказали. Но в целом хочется отметить, что штука интересная и в некоторых случаях она действительно может пригодиться, при том, что цена достаточно бюрократичная по предзаказу. 159 долларов. Еще один стартап, на этот раз из Финляндии, решил потягаться с такими производителями, как Apple и Microsoft и предложил идеальный планшет. Таким, каким они его видят. Компания назвала себя EVE Tech и сам гаджет EVE V. И предполагается, что это будет универсальный мобильный гаджет, заменяющий ноутбук, а-ля iPad Pro или скорее MS Surface. Алюминиевый корпус, пристегивающаяся клавиатура, винда на борту и отдельно можно заказать стилус V-Pen. Есть несколько модификаций. Помладше стоит по предзаказу 708 долларов. Топовая конфигурация 1399 долларов. Внутри процессор Intel Core i7, 16 гигов оперативки, диск на 512 гигабайт, время работы обещают 12 часов. Действительно звучит неплохо. Притом на борту имеется сенсор отпечатка пальцев, два порта USB 3 и парочка USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3. Через них же планшет заряжается. В общем, стартовая сумма на Indiegogo стояла на отметке 75 тысяч долларов и собрана она была всего за 4 минуты, а сейчас стартап насчитывает предзаказы аж на миллион с лишним долларов. Будем надеяться, что стартаперы сдержат обещания и получится действительно хороший продукт. Сегодня в гаджетах одни стартапы на Kickstarter или Indiegogo. Попробую их чередовать. Пульт все власти заказывали? Так вот, он существует. Ну, как минимум в проекте. Если представить пульт, который будет подходить ко всему, от кондиционера до телевизора, то в голову приходит огромная мандула с кучей кнопок. Но тут другой случай. Небольшой гаджет под названием Seven Hugs вообще без кнопок. Их заменяет сенсорный экран, который отображает только нужные элементы управления от конкретного устройства. При этом он сам понимает, чем вы хотите управлять. Достаточно его просто направить в сторону телевизора, термостата, умные лампочки или приставки Apple TV. Кроме того, пульт умеет присылать прогноз погоды и некоторые оповещения. Например, что Uber приехал. Заявленная совместимость с 25 тысячами устройств звучит внушительно. На Kickstarter уже собрано 750 тысяч долларов, хотя просили всего 50. Так что интерес к девайсу действительно немалый. И еще один гаджет с Kickstarter. Маленький карманный фотограф для любимых всеми себяшек. Это понятно уже из названия гаджета Air Selfie. Супер компактный дрон с камерой на 5 мегапикселей и батарейкой на 260 мАч. Поместится в кармане или в специальном чехле для смартфона. Гаджет управляется с помощью специального приложения и имеет простое управление. А главное, умеет зависать в воздухе и делать фоточки. Правда, летать он может всего 3 минуты от батареи и на расстояние до 20 метров от смартфона. Но для эффектных снимков в Instagram иногда и этого будет достаточно. Создатели говорят, что продукт испытан и уже готов к массовому производству. Пишите в комментариях, пошли бы вы на такие ухищрения, чтобы сделать красивые селфи. Или это очередной бред? Цена по предзаказу одного Air Selfie составляет 179 евро. Так вот, что получилось, это AR-коды, чтобы прикинуть, куда в вашей квартире или в офисе поставить принтер с помощью дополненной реальности. Напомню, это модель SP150, еще и лимитированная версия цвета шампань. Он маленький и недорогой. То есть экономия не только времени, но и места, и денег. Но главное не в том. Компания RICO запустила конкурс, в котором разыгрываются широкоформатный монитор, планшет, смартфон, гарнитуры, клавиатуры, коврики для мышки. В общем, призов немало, и они разные. Для участия нужно зарегистрировать чек на специальном сайте, ссылка на который есть в описании, и поделиться идеей, что делать с оставшимся от принтера местом, деньгами и временем. Согласен, задание необычное, но кроме вышеперечисленных призов, также можно выиграть реализацию вашей самой необычной и оригинальной идеи в пределах 30 тысяч рублей. В общем, все подробности в описании, там же ссылка и подробно расписанные условия. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, на наши личные аккаунты, на аккаунты Дройдера, в Твиттере, в Телеграме, везде вас ждем. И до встречи в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok